Мой рассказ сегодня на крупном столе, он, наверное, больше посвящен тому, в свете тех проблем, которые существуют, что мы можем с вами все вместе делать, чтобы поддерживать и развивать интерес к чтению в целом и зарождать в наших детях любовь к чтению. Как вы слышали, я представляю ассоциированную школу ЮНЕСКО с этнокультурным русским компонентом образования имени Фёдора Михайловича Достоевского. Наша школа расположена в заповедном уголке района Люблина. Сохранился каменный двухэтажный домик, в котором летом 1866 1866 года останавливался и жил Фёдор Михайлович Достоевский. И нужно сказать, что это место уникальное тем, что это единственное место в Москве, где Фёдор Михайлович работал над своими произведениями. Вот этот двухэтажный каменный дом, в котором останавливался и жил Фёдор Михайлович Достоевский. Здесь он написал пятую главу своего романа «Преступление и наказание» и составил подробный план романа «Игрок». И именно благодаря этому замечательной странице истории жизни, творчества Фёдора Михайловича, наша школа создала у себя музей Фёдора Михайловича Достоевского в Люблине. Также этот факт лёг в основу исследовательской работы, которая ведётся в школе, ну и стал поводом для создания своеобразного сообщества людей, любителей творчества писателя. Наверное, мы можем сказать с вами, что школа является настоящим и одним из главных, может быть, домов детства. А из детства человек уходит в большую жизнь. И впереди его ждут испытания и трудности, счастья и горя, радости и страдания. В этом огромном социальном и беспредельно информационном пространстве ему предстоит найти себя и открыться другим. каковы же будут определяющие его поступки, что будет наполнять его сердце и душу, какова система нравственных моральных принципов, чем он будет определять правильность своих поступков. Педагоги нашей школы считают, что одним из главных условий национального возрождения является именно воспитание гражданина страны. А в гражданине страны мы прежде всего должны видеть человека, который обладает единством правового и духовно-нравственного долга. Необходимо вооружить учащихся наших детей теми знаниями, которые на основе отечественной духовности будут способствовать формированию их нравственности. Каждый роман Федора Михайловича Достоевского по-своему мы можем считать педагогическим. Своему герою Алёше Карамазову он доверяет свой взгляд на воспитание. Алёша Карамазов произносит в романе следующие слова «Прекрасное, святое воспоминание, сохранившееся с детства, может быть и есть лучшее воспитание. Если побольше таких воспоминаний набрать с собой в жизнь, то и спасён человек». И хотя мы очень часто говорим, что Фёдор Михайлович – это не детский писатель, и детям трудно читать произведения Достоевского. Но если мы начнём анализировать, что Фёдор Михайлович – не детский писатель, и детям достаточно сложно понимать произведения писателя, в то же время, если проанализировать произведения писателя, то мы сделаем очень интересный вывод, что воплощение лучших человеческих качеств в творчестве писателя, как правило, всегда связано с образами детей. И именно в детях находят отражение самые лучшие душевные, духовные, нравственные качества. Доброта, отзывчивость, целомудрие. Вот поэтому наши преподаватели думали и создали для учащихся 4-11 классов свою программу по внеклассному чтению. Туда входят, и дети у нас начинают изучать творчество Фёдора Михайловича с 4-го класса. Ну, туда входят такие произведения, как «Мальчик у Христа на ёлке», «Мужик Марии», это рассказы, которые идут из дневников писателей, это «Повесть мальчики», составленная на основе глав из-за романа «Братья Карамазовая», это «Неточка Незвановая», в целом педагоги непосредственно по изучению творчества и биографии писателя у себя в школе с нашими учащимися. Это займёт очень много времени. Но я бы хотела ещё поделиться вот таким нашим опытом, который вы, как видите, и уже видели. Я забываю листать, потому что говорю, но, в принципе, это не привязано к моему рассказу. Это то, что именно как школа ЮНЕСКО, мы с вами все прекрасно знаем, что одна из задач ЮНЕСКО – это сохранение культурного наследия стран. Поэтому нам хотелось привлечь к этому не только наших учащихся, но мы рады, чтобы к изучению творчества писателя подключались люди из разных школ, не только нашего города, но и из разных регионов, и, если получится, из стран. И поэтому два года мы проводим уже международные Достоевские чтения. Чтения наши на настоящий момент объединяют ребят из Московской и Саратовской областей, из города Смоленска, из Республики Абхазия, Белару. Исследовательская деятельность, то для таких учащихся есть конкурс научно-исследовательские проекты. Есть конкурс мультимедийных проектов. И там учащиеся помимо своих, ну скажем так, литературных знаний, исторических знаний, знаний и размышлений о современной жизни, потому что номинации конкурса достаточно широки, тематика конкурса внутри конкурса достаточно широка. имеют возможность совершенствовать и развивать свои компьютерные технологии, да, в этом конкурсе. Например, есть такая девочка, участница нашего конкурса, это ученица гимназии номер один имени Пржевальского города Смоленска, Калыгина Юлия, которая участвовала и в первых Достоевских чтениях, и во вторых Достоевских чтениях, и во-вторых Достоевских чтениях она уже привезла, выслала две свои работы. Это научно-исследовательский проект, очень интересный, который назывался «В театре жизни единственные настоящие зрители – дети». И проект был как раз посвящен изучению темы детства в творчестве писателя. Второй был проект – это мультимедийный проект, который назывался так «Пускай назад история листает страницы легендарные свои». И вот юный автор пыталась изучить произведение Достоевского, обратив особое внимание на детские образы, доказать именно, что дети у Достоевского – искатели истины, правды, «Источник жизни», поведать об отношении к детям, своим собственным писателям и их взаимоотношениях, рассказать о Достоевских чтениях, которые проходят в Смоленске, и организатором является областная Смоленская детская библиотека. Вот очень такие интересные проекты. Запомнился всем мультимедийный проект ученицы нашей школы Галкины Анны 10 класса, также мультимедийный проект, который назывался следующим образом. Это фильм «Жизнь куда богаче наших выдумок». И этот фильм рассказывает о дружбе нашей школы с сельской школы села Достоево Ивановского района Брестской области Республики Беларусь «Откуда пошел род Достоевских». И фильм посвящен как раз истории рода Достоевских. И мы поддерживаем такую связь. Надо сказать, что также в программу чтений для тех, кто любит просто само слово и словесное творчество, есть литературный конкурс. И в нем могут принимать участие ученики с 5 по 11 класс по возрастным группам. Очень интересные иллюстрации, кстати, вот сейчас слайд, создают юные художники по произведениям литературно. Конкурс живописи и рисунка называется «Русский путь». И отдельный, ну не конкурс, а отдельная секция, скажем, так, она организуется для преподавателей, учителей, аспирантов и студентов. Мало участие 49 учреждений образования. Среди них не только школы, гимназии, лицеи, но и несколько учреждений среднепрофессионального образования, учреждений дополнительного образования и высшие учебные заведения некоторые. И всего приняло участие 260, по-моему, там я не помню, в общем, 260 с чем-то человек, примерно 70% детей от этого количества, 30% это взрослые участники. Ну, нужно сказать, что невозможно было бы проведение Достоевских чтений без наших соратников и помощников. Это, прежде всего, наверное, хотела сказать, а вы здесь видели слайд правнук писателя Дмитрия Андреевича Достоевского, который проживает в городе Санкт-Петербург. И поскольку сам он в этом году приехать не мог, он обратился с видеообращением к участникам чтений, где рассказал о том, что у него есть такая задумка издать книги Федора Михайловича с детскими иллюстрациями. И поэтому вот те работы, которые создают дети, они собираются по иллюстрациям. Мы надеемся, что, в общем-то, они найдут выражение в таком проекте. Кстати, летом этого года будет проходить всемирная международная конференция по Достоевскому в Москве. И также мы надеемся, что выставки, сможем организовать выставку для участников Всемирной конференции художественных работ наших участников. Ну, естественно, мы совместно работаем и с музеем квартиры Федора Михайловича Достоевского в Москве. И это многие институты, это Московский государственный педагогический университет, это Московский институт открытого образования, это фонд «Связь поколений», фонд ветеранов и воспитания молодого поколения. Это ассоциация школьных библиотек «Россия». И мы вот с удовольствием, в общем-то, ждем к участию совместному и будем вместе работать со всеми, кто захочет отозваться на наше приглашение. Ну, и заканчивая, наверное, свое выступление, я бы хотела сказать, что преподаватели, гости, родители отмечают, что участие в Достоевских чтениях развивает у школьников коммуникативные компетенции, раз, дальше, естественно, навык исследовательской и творческой работы, два, что так важно, в общем-то, в современном мире и по тем общепедагогическим задачам, которые перед нами ставит сегодня государство. Но и самое главное, безусловно, интерес к родной истории, к родной культуре, к литературе, к слову. Спасибо за внимание. Первое чтение нам не удалось издать, а в этом году мы издали вот такой продукт, книжка, ее у нас могли выкупить все наши работа, чьи мы здесь разместили, дети, отмечено какое место, кто преподаватель готовил этого ребенка, тоже здесь напечатаны лучшие работы. Это можно посмотреть, это вот совместно с институтом теории, истории и литературы. И у меня есть проспектики такие небольшие, значит, здесь есть сайт нашей школы, третье международное Достоевское чтение будут проходить у нас 19 ноября, они всегда проходят в канун, ну, приблизительно, да, рядом с днем рождения Федора Михайловича Достоевского, 11 ноября у него день рождения. Вот в этом году, 19 ноября, мы будем проводить на сайте нашей школы положение о третьих Достоевских чтениях есть, ребята, если кто-то захочет из вас участвовать, вот я рассказывала, сколько много там разных конкурсов, да, ученики 10 класса сидят, поэтому мы будем очень рады, и кто хочет, пожалуйста, студенты, преподаватели, прошу, потом. Спасибо, спасибо, Елена Федоровна, и, наверное, сегодня то, о чем говорилось в выступлении, выглядит как настоящее подвижничество. Мы создавали следующим образом, вообще у нас в школе очень интересная создана система воспитательной работы, у нас в школе 6 музеев, и все начиналось с первого музея, когда школа «Новостройка» была построена 25 лет назад, мы в этом году отмечаем свое 25-летие, и как раз чтения в Достоевске, они будут посвящены 25-летию школы, и 85-летию музея-квартиры Достоевского в Москве исполняется в этом году. Значит, первый у нас был музей народного творчества, потому что люди вот въехали в новостройки и стали нести, как говорится, что нам не надо из старых квартир, что было жалко выбросить. Вот. А дальше мы стали изучать это место, которое, куда мы пришли. и потихонечку начали изучать, и выяснили, стали создавать музей «Мое люблено», и выяснили, что, оказывается, здесь такие интересные, в общем-то, есть места, где и Суриков работал, где и Достоевский останавливался, потому что там сестра его летом проживала совместно со своим семейством. Ну и, в общем, мы начали собирать эти материалы, и откликнулись жители, потому что, конечно, основное содержание музея, прежде всего, это книги, музей литературный, это книжное богатство. Это книги первого собрания сочинения, которое выпустил Адольф Маркс, 1893-1994. Мы сказали именно с этого момента, и начинается неблагоприятная тенденция. Читают все меньше и меньше. Казалось, что парадокс, перед нами возраст, наиболее долгоприятные для развития, а ребята читают все меньше и меньше именно вот с этого момента. Почему так происходит? Во многом это происходит из-за того, что погруженные в такую педагогическую рутину, учителя просто-напросто не проявляют должного внимания, и, может быть, не все умеют хорошо слышать и слушать, что несут с собой дети. И далеко не все проявляют должное внимание к литературному творчеству самих воспитанников. Конечно же, очень важная роль принадлежит классической литературе и классическая поэзия, о которой я несколько это слово хочу сказать, и школьников очень важно приобщать к поэтическому наследию и Пушкина, и Лермонтова, и Тючева, и Блока, и Есенина, и многих других поэтов. Но в то же время нельзя не говорить и о той благотворной роли, которая играет в жизни подобного, его собственные литературные опыты, его собственные пробы-пера. Пробуя свои силы в стихосложении, школьники познают основные законы поэтического творчества, учатся работать со словом, учатся созерцанию, чуткому восприятию окружающего мира. И школьная практика свидетельствует о том, что если учитель-словесник применяет в своей работе какие-либо не шаблонные, необычные методы приема, способствующие пробуждению школьников интереса к творчеству, то такой педагог за свои старания неизбежно будет вознагражден. Его воспитанники обязательно добьются высоких результатов. Приведу наглядный пример из школьной практики. Он относится к 1998 году, но тем не менее, мне кажется, что он методически ценный пример. В это время московским школьникам, занимающимся в литературных кружках и творческих объединениях, было дано задание написать стихи на экологическую тематику. Руководитель литературного кружка при московской школе номер 446 Надежда Веселовская порекомендовала своим воспитанникам необычный путь выполнения этого задания. Ребятам было предложено написать стихи не от лица человека, устраняющего неблагоприятные последствия урбанизации и технологизации области. То есть, то, что предлагает традиционный, предполагает традиционный, а от имени какого-либо животного, испытывающего в себе негативные проявления экологического крица. И именно такой путь вызвал у школьников живой интерес к предложенному заданию, пробудил у них чувство искренней жалости, чувство сопереживания по отношению к четвероногим братьям меньшим. И нужно ли говорить о том, с каким прилежанием ребята выполняли свое творческое задание. И я, если можно, прочитаю стихи самих ребят. Вот от имени Белки написала стихотворение ученица 7 класса. Очень примечательно, на мой взгляд, стихотворение. Мы по веткам скачем-скачем, по ночам же горько плачем. Как нам, белкам, не тужить? Очень трудно стало жить. Мы красивые, с шерсткой, гладкой, а приходится не сладко. Иногда мальчишка гадкий в нас стреляет из рогатки. Ищем мы орехи, шишки. Их теперь в лесу не лишат. А ты беркнется мы все, словно белки в колесе. Обратим внимание на сравнение. Лесная белка сопоставляется юной поэтессой с белкой в колесе, то есть с животным, живущим в неволе. Именно такая участь по представлениям школьницы готова брать немножко в период экологического кризиса. Для учениц седьмого класса подобные сравнения это очень удачно находит. Некоторые педагоги-словесники, стремясь к развитию своих учеников способность к литературному творчеству, предлагают еще один прием работы. Предлагают школьникам написать стихи, созвучные по своей тематике, содержанию, с лирическими произведениями поэтов-классиков, которые изучаются на уроках литературы. И такая творческая работа повыскает в обучающихся чувство внимания к искусству поэтического слова, к художественным средствам, к приемам, традициям, держащим в основе русской классической поэзии. В качестве примера приведу стихотворение шестиклассника Константина Катина, осеннее стихотворение, которое написано под влиянием лирики Афанаси и Фета. «Доступила осень, листопад шумит, Грозовая туча медленно летит, Листья пожелтевшие на земле лежат, Деревца, понижшие голыми, стоят, С поля дует ветер, в ветке ворошат, И особой грустью полнится в душах». Ну как здесь не вспомнить строчки Афанаси и Фета из его стихотворения «Восень». «Вечер все спится, надворится дно, Лист сухой валится, Ночью ветер злится, Достучит плотно». Мы видим, что вот такая осенняя грусть поэта-классика оказалась близка к школьнику-подростку, В характере которого мы не можем не заметить таких качеств, как восприимчивость, созерцательность, Умение вчитываться в слово «классика», чуткость. По мере взросления школьники-подростки начинают обдумывать свои перспективы, Пытаются строить планы на будущее. Наиболее значимой проблемой для них становится поиск своего места в жизни, Определение своего жизненного пути. И эта проблема, безусловно, накладывает свой отпечаток на их литературные творческие. Поэтических сочинениях старших подростков могут быть поставлены вопросы о предназначении человека, О роли творчества в его судьбе, о значении искусства в жизни общества. В своем стихотворении поэты ученик в Аташинской школе номер два Александр Асипенко Рассуждает о непростой судьбе людей, посвятивших свою жизнь служению поэтическому искусству. Вот его трогательные стихи. А ты знаешь, поэты безумный народ. Хотят для людей они больше свободы. А сами не знают, свободны ли они. И тихо живут несчастливые дни. Их гонят, их бьют, и над ними смеются. Завидуют им. И они не добьются того, чтобы им дали спокойно творить, спокойно мечтать и спокойно любить. Без сомнения, автор этих строк, подросток с очень чуткой, тонкой душой, серьезной и вдумчивой, способный глубоко сопереживать. Возможно, что и сам дунный поэт испытал на себе, что значит непонимание, что значит равнодушие и бесчувственность со стороны окружающих. И его стихотворение в этом случае содержит подтекст, в основе которого призыв подростка к тому, чтобы люди стали более внимательными и чуткими друг к другу. Чтобы они узнали, какое место в нашей жизни принадлежит искусству и киносозидателю, человеку творчеству. Мир подростка, конечно же, удивительно и интересен. И этот мир будет более светлым и радостным, более разнообразным, если в его жизни будет иметь место творчество. Кроме того, те школьники, которые занимаются сами литературным творчеством, я думаю, смогли бы дать достойный ответ на вопрос, который был поставлен сегодня в начале конференции, в фильме. С кем стрелялся советский поэт Ленберга? Я думаю, что эти ученики нашли бы достойный ответ на вопрос, в котором уже заранее существовал подвол. Ну и завершить свое небольшое выступление я хотел бы словами педагога и поэтессы Надежды Беселовской, я опыт ее как раз и рассказал, с ребятами, прочитать ее стихотворение, которое называется «Название народное». Я думаю, что накануне Дня славянской писанности и культуры это было бы уместно. В стихотворении перечисляются названия, разные названия трав, растений, которые произрастают у нас в средней полосе. Но если мы будем чутко всматриваться в каждое слово, то увидим, что за каждым названием стоит то или иное народное поверье, та или иная страница отечественной истории, то или иное представление русского человека об окружающем мире. Название народное. Надежда Беселовская. К сожалению, я вот ее приглашал, но она не смогла сегодня приехать на нашу конференцию. Но я думаю, что на следующий год все-таки успешно можно будет ее пригласить. Кстати, она у нас в университете уже была, на сауэрологическом факультете. Это, можно сказать, наш такой вот уже старый знакомый пикот. Название народное. Люблю твердить название народное. Душа светлее становится от слов. Дурман трава, калужница волокня, гусиный лук, речной полиголом. Иван да Марьях, брачные соцветия, частяк весенний, чин, череда. Татарник красный, памятник столетия, когда деревня града лорда. Бессмертный, вечный символ упования, фиалка, люфка, стройная свеча. Живой водой от каждого названия напьемся, как от чистого ключа. Поля, леса, трясины непроходные, все обошла в родимое морло. Пока звучат названия народных. Жив наш дизайн, и родина жива. Я хочу сказать, что вот это стихотворение очень любят сами, школьники и больше тоннельных музыкантов. Спасибо, Евгений Александрович. Между тем наша дискуссия продолжается. И к нам подошли представители из других секций, также эксперты по обсуждаемой проблеме, доктора наук, профессора. Это и Светлана Мусаевна Махмудова, это и Черкизова Меджи Валентиновна, это и Абашева Диана Владимировна, и присутствующая здесь уже Минель Анисимовна. Мы предлагаем и вам внести свою лекцию в эту дискуссию о полосинбургской литерации. Спасибо, что предоставили слово. Я бы хотела поблагодарить вас всех, что собрались вот здесь. Я уже третий раз на ваших конференциях, и вот каждая восхищает вот этим нашим интернациональным каким-то вот основой вот этой вот. И я рассказываю об этом в Дагестане, потому что там очень этого не хватает. В Кайтаге был в 17 веке хан Рустем Хан, его звали. И у нас в Пакистане вообще на Кавказе было три конфессии. И ислам, и христианство, и иудаизм тоже. И очень хорошо был представлен. И вот Рустем Хан Кайтагский, чтобы не обидеть ни одного из них, в пятницу ходил в мечеть, в субботу он ходил в синагогу, и на воскресенье он ходил в церковь. И вот мой отец, 89 лет ему было, когда умирал, надо было с ним о чем-то говорить, чтобы его развлечь. Он лежал, мой взаменник, его внук спрашивает, дедушка, а какая религия тебе больше нравится? И вот я до сих пор помню его ответ, он говорит, ты знаешь, у меня своя религия, внук. Он говорит, какая? Я говорю, не убей, не обмани, никому плохого не делай. А это есть в каждой религии. Поэтому у меня религия такая, что она сходится в совсем прямая религия. И вот я вам хочу сказать еще и про сына Шамиля, которого взяли Аманатом, царю, и приехал обратно, его поменяли на князей Арбелиани, или Чевчевадзе, я не помню. Приехать, привели, привезли его обратно, и первое, что видел Шамиль, что у него на груди висел крест. И вот он не понял, но тем не менее, его принял своим сыном, и он агитировал там, в горах, в это время, когда шла Кавказская война, шла от христианства, это тоже хорошая религия. Значит, это я говорю к тому, что в Дагестане сейчас очень опасная ситуация, когда нам, вам ее тоже представляют так, как будто это идет межконфессиональная война. Это немножко не так. Никогда Дагестан особо не был вот таким вот мусульманским, прям архитоксальным миром. Мы писали, да, на арабском, мы писали, да, и на других языках, но таким вот сильным мусульманским центром каким-то, который будет воевать с россиянами, с Россией, мы никогда не были. И вот почему я это все говорю на этой конференции? Потому что, значит, нам очень не хватает русской литературы. Я сама училась в горах, я никогда не видела ни одного русского человека, когда жила в горах, пока мне не служит на 18 лет, пока я не приехала, что с вами Махачкалу? Но я уже знала, что русские это очень хорошие люди. Я знала, что Валя это Валя Терешкова. Я знала, что здесь есть Наташа Ростова. И вот все эти имена, которые сейчас я с вами знакомлюсь, когда вот это все накладывает, вот внутри уже есть, что Валя это хороший человек. Внутри уже есть, что Наташа это вот, она прекрасный человек. И внутри я знаю, что каждый Саша, это Александр вопросов. И вот как бы я уже не училась после этого, как бы я, что бы я не училась, как бы я уже доктор наук, но у меня вот эти Вали, вот эти Саши, они остались у меня в душе вот такими. И поэтому я вам хочу сказать, что вот воздействие русской литературы, может быть вы сами, я сама как специалист, мы не так сильно оцениваем, мы даже недооцениваем. Очень хорошо сегодня кто-то сказал, что учитель сегодня это фактор национальной безопасности. У меня есть знакомая, которая приходит всегда из Пальмахачкалы, там есть маленький поселок Далги, она каждый день бывала у меня, я наконец спрашивала Саня, а почему ты каждый здесь, они в школе? Сколько платят, настолько и работают. Вы знаете, вот это была, это была для меня такая фрагедия, как можно, да, платят ей пять тысяч, но дети-то у тебя в школе, как их, а там в Далгах уже, очень такая политика стала, что именно, и там и ваххабизм, там и стреляют, оттуда начинается все, а если учитель уже вот это говорит, вот это уже фрагедия, вот этих детей мы уже вернем. И поэтому мне кажется, что мы с вами не доцениваем роль русского языка, роль русской литературы в школах, и поэтому дети растут именно такими. Я была, я вам сейчас все воспоминания, почему-то рассказываю, но мне кажется, основа всего в этом. Я была в школе, в 84-м году меня послали, уже первую, в стеницу университета в школу, и мне дали самый плохой восьмой класс. Собрали всех восьмых классов, дали самый плохой класс, и тут классы входите. Из них я что-то сумела сделать, но вот два мальчика мне сильно не нравились из них, я как-то пропустила, оставила их. И вот один из них стал алкоголиком, умер, другой лежал, уже больной, очень сильно, но мне сказали, его надо нависить, он тайный родственник, пошла к нему, слушая этого мальчика, сижу с ним, немножко отвлекаю, он уже не мальчик, далеко уже, дети у него трое своих, и он мне рассказывает стихотворение Пушкина, которую я его заставила выучить, найдут в школе. И говорит Светлана, говорит, вот если бы вы тогда меня заставили бы выучить русскую литературу всю, вот только это стихотворение, я помню, если бы вы меня тут заставили, может быть, я таким бы не стал. Вот после этого, какой бы творче в школе не был, в университете вернее уже, что бы он не хотел делать, он должен знать вот эту вот духовную культуру русского народа. Если он это не знает, я не говорю, что я очень сильно, прям вот, обожаю именно русских, не любят дагестанцев, не это, наверное. Я хочу сказать, что русская литература давно имеет корни в Дагестане, и мы сами на это не оцениваем, как Дагестан, вот через эти корни воспринимает уже Россию, и вот когда через средства массовой информации идет вот это вот, лица кавказской, национальной, и вот это все, мы не можем аудиториям, детям сказать, что русский народ хороший. Я вам сегодня говорю то, что вот уже думая и в нем нас делает уже. Я студентам говорю, что русский народ вот такой хороший, что русский народ такой, и мы провели большую конференцию в прошлом году в День славянской письменности, и русский язык в Дагестане родной. Вы бы видели, люди выскакивали с мест и начинали отнимать микрофон и говорили о том, что русский народ и уцимы должны быть, и какого хоббизм, кому это нужно все. И читали стихотворения, самые простые люди с мест начинали читать. И вот в этой ситуации, наверное, большое преступление нашего правительства, когда мы говорим по телевидению, по СМИ, вот это все плохое, все, и вот наши ребята начинают воспринимать совершенно по-другому. И мы воспитывать молодое поколение как патриоты, нашей большой Родины мы не можем. Вот это я вас очень прошу, немножко помогите на этом плане. Нам очень трудно учителям в школах, учителям в вузах говорить о том, что у нас большая страна. Мой отец воевал за Россию, наши все деды воевали за Россию. И вдруг мы встали какие-то лица кавказские национальные, наши дети начинают в эту отмеску потанцевать лезгинку на всех этих улицах. Эта ситуация нам совершенно не нравится. И поэтому я вас очень прошу, мне вот, я была потрясаема в прошлом году, когда конференцию Натальи Дмитриевны началась с парфета Раскула Камзатова. Я это рассказывала там и всем это нравится. И если там есть кто-то, кто против единения наших народов, кто не патриот Дагестана, может быть, это 3-5 процентов. Но остальных 95 процентов наше правительство оставляет на сиденье этим 3 процентам. Потому что не против никакой работы ни в школах, ни по телевизору, ни в другие СМИ. И даже учебников у нас не хватает. И вот такая вот ситуация. Думайте сами, что делать. Нам тяжело. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Такие острые, даже больные, можно сказать, животрепещущие вопросы вы подняли. И, конечно, наше сотрудничество будет продолжаться на всех уровнях. По крайней мере, с нашим факультетом мы можем гарантировать. Мы туда ездим в 15 лет, где бедные, у нас был филиал, к сожалению, закрыли. Я слышала, что закрыли. Вы работали. Мы работали. Ваш филиал, я вам все рассказываю. Они уже знают, что мы это делаем. Мы сейчас будем в следующий раз. Хорошие. Спасибо вам. К сожалению, рвутся связи, мы все другим будем восстанавливать. Как, когда СМИ постоянно говорят, делится каркасской национальности и начинают какого-то мальчика, который подрался, начинают все СМИ раздувать. А нам надо проводить работу в школах, нам надо проводить работу в вузах. Как мы будем ребят агитировать, когда вы показываете, одного там побили на всю страну несколько дней, это все это. А что, другим не делаются? Зачем это нам? Мы с вами сейчас ее слушали, да? Да, вот это я вам хочу сказать, что нам трудно из-за них. А так вот народ у нас все с России, мы просто не писали, как мы можем быть без России. А литература у нас это самое главное оружие. Спасибо. Солга, обязательная, что же. Спасибо. 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 Меджи Валентинову она тоже к нам подошла, может быть, что-то хотите сказать тоже. Я хочу встречу поблагодарить вообще руководство института и кафедры, которые организовала, которые, на своей точке, в ней очень интересны эту инфекцию. Я большим интересом слушала все доклады, и каждый доклад поместил всем по-своему. Если выступала учительница, она прекрасно говорила вот о своей работе как учитель. вот сегодня мы слушали замечательное выступление учительницы, которое я даже не вытянула, а потом сказала, ну, вашим детям повезло, что у них такой и такой как. В конференции я могу видеть действительно настоящих хороших учителей, потому что иногда, правда, создается впечатление, когда работаешь в академическом учреждении, что все плохо, и дети плохие, вообще, ну, вообще все было плохо, и ведь раз литература уже просто катастрофа, и вообще беспросветная ситуация, а вот когда попадаешь на такую конференцию, как ваша, видишь, что нет, это неправда, и литература жива, и будет жива, несмотря на, конечно, огромные попытки вообще убрать ее, потому что она мешает воспитанию этого человека, современного, делового, который рвется к деньгам, к положению, конечно, наша литература мешает, потому что она никогда не воспитывала вот как главный идеал, это вот жажду денег, понимаете, превоспевание, никогда наша литература такие ценности не превозносила, и поэтому вполне понятно, что сейчас, когда мы стремимся воспитать именно такого человека, наша литература мешает, и поэтому под разными соусами, то одним, то другим, ее пытаются как-то отобилить, это страшная ситуация, но вот когда приходишь на такую конференцию, как ваша, вы знаете, как-то какой-то прилив бодрости, какой-то радости, понимаешь, что оказывается не все так плохо, есть замечательные учителя, я сегодня слышала никаких учителей, есть замечательные ученые, и вообще вот конференция, которая, вот чем она мне еще особенно понравилась, она как-то очень многогранна, с одной стороны, вот учитель рассказывал о конкретной проблеме, да, вот как делать так, чтобы дети читали, а с другой стороны, мы слушали очень серьезный, очень серьезный, очень научный такой доклад о том, как издается в Институте мировой литературы вот это сорокатонное издание святителях Феофанов, это очень интересная информация, то есть здесь вот так вот мы за один день, за несколько часов сразу восприняли очень большую, очень разнообразную и очень интересную информацию, и за это я очень благодарна всем, кто принимал участие, организовать эти конференции, и еще я рада, что меня, вот судьба свела вот с представителями наших национальных регионов, которые мне вообще близки, я часто бываю там, и у меня много аспирантов самых разных национальных регионов страны, и конечно проблема, о которой вы говорите, это безобразная проблема, и то, что делается, вместо того, что, да тут вообще вы видите, все время все наши новости говорят только о плохом, все время что-то плохое, все время какие-то детективы жуткие, где убийства, насилие, и вообще бог знает что, это какая-то общая тенденция, и тут надо, конечно, не нам здесь, а может быть от нас потом туда наверх какое-то письмо такое написать с просьбой прекратить вот это растление, это как будто сознательное растление, и национальное тоже, потому что проблемы можно и нужно решить по-другому, как раз говорить вот о том, что да, возникают межнациональные конфликты, но они преодолимы, и как их можно преодолеть, вот я сегодня делаю сообщение на эту тему, что да, это можно сделать, а мы наоборот усугубляем, мы все время усугубляем наши межнациональные конфликты, и вот даже такой факт, вот я с представителями Татарстана в последнее время часто встречалась, и они, например, откровенно мне сказали, ну вот возьмите, ну вот эта компания, которая была по поводу наших учебников по истории, да, когда они стали создавать у себя учебник, прямо противоречащий как бы федеральный учебник, ну конечно, это абсурдная ситуация, но с другой стороны, вот эти представители Татарстана мне говорят, а почему вот, когда создается учебник по истории российского государства, почему нет каких-то, хотя бы маленьких вкраплений, где было бы сказано, что вот в такой-то битве принимали участие вот и Татары, какая-то, или там, ну какая-то конница, там другой национальностью, то есть отметьте, что и другие народы России тоже принимали участие в этой истории государства российского, и тогда не будет этого желания создавать другой учебник, который, конечно, ну это действительно недопустимо, такое противостояние двух учебников, но ведь можно же найти другой выход из положения, не находится, начинается совершенно, понимаете, какая-то, ну вот, глупая, ненужная возня, вот это очень все неприятно, очень все плохо, я хочу в связи с этим вот закончить тем, что вот, к сожалению, у меня нет с собой сейчас журнала, но вот мы сегодня показывали, выпускаем журналы «Русский язык в национальной школе». Этот журнал имеет данную традицию, еще когда был Советский Союз, и он пользовался очень большими, ну как-то, и интересами во всех регионах нашей страны. Мы сейчас его восстановили. И этот журнал, в общем, вот уже от многих я слышу, что он очень интересен. Интересен не только потому, что он какие-то важные проблемы поднимает, но еще и потому, что он освещает ситуацию и вообще все вот такие национальные вопросы тоже. Если есть какие-то вопросы вот в межнациональных конфликтах, чего-то, они тоже находят определенные на страницах этого журнала. И я вот предлагаю всем, кого интересуют проблемы межнациональных взаимоотношений в нашей стране, а это проблемы очень важные, хотя они недостаточно своей точки зрения внимания уделяются даже в нашей академии, которая, казалось бы, должна была заинтересоваться этим. Я как-то выступала на учетном совете и даже ссылалась на вот эту первую статью Кутина. Помните, он перед выбором на его агитация началась с того, что он говорил о проблемах межнациональных взаимоотношений, как это важно, как это нужно. Ну, потом на этом все и кончилось. Ничего, никаких последствий, так особо, заметных последствий во всяком случае мы не почувствовали. Так вот, вот этот журнал, о котором я вам сейчас говорю, он эти вопросы не просто поднимает, он эти вопросы обсуждает. И мы очень просим вас, кто имеет отношение к этим проблемам. А сейчас, я думаю, все, это не только речь идет. Кстати, еще я хочу сказать, что вот мы издаем еще специально учебники по русской литературе для национальных школ. Они отличаются тем, что, во-первых, вот это действительно очень многое произведение русской литературы, которое отражается и для национальной школы. Кстати, если вас интересует, вы можете вот в этом журнале, ну, я тут оставлю, тут есть электронный адрес, можете просто посмотреть, и сам журнал посмотреть, и адрес посмотреть. И главное, подумайте еще о том, что, может быть, есть смысл не только национальной школе, но и русским школам все-таки посмотреть и включить произведения тех писателей, которые действительно говорят о взаимосвязях русского населения с местным населением. Потому что это очень важно для нашей страны, для многонациональной нашей страны очень важно говорить об этих межкультурных взаимосвязях, не боясь даже каких-то межкультурных конфликтов, не боясь их, они есть, они бывают, но надо не скрывать их, о них надо говорить, и надо найти пути какого-то разумного решения этих проблем, чего как-то особенно не видишь. я просто предлагаю вам подписаться на журнал, хотя бы рассказать о нем в своих регионах, чтобы люди знали, что такой журнал есть. И этот журнал как раз пытается решить вот эти проблемы, о которых я говорила. И есть учебники, они сейчас создаются как бы для национальной школы, но в них привлечены вот те произведения, которые нужно всем нам сейчас изучать. Да, о взаимосвязях вот русского населения с нерусскими. Вот, и причем это писатель, и такой писатель, как Лесков, например, его рассказ «На краю света». Великолепный рассказ, который говорит о не только межкультурных взаимосвязях, но даже о межконфессиональных взаимосвязях. Вот сейчас раньше мы не могли этой проблемой касаться, потому что как-то религии вообще у нас ее не было. Сейчас уже очень много публикаций, вообще мы знаем, что религии уже признаны в нашей стране. И давайте говорить больше еще и о возможности вот этих межпрофессиональных, потому что иногда мы зацикиваемся на том, что вот в нашей религии что-то вот отличается. Ну и это тоже плохо. Не надо нам все время говорить о том, что нас различает, нам надо говорить о том, что нас сближает. А в религиях, вот я специально занималась этим вопросом, нравственные ценности вот этих мировых религий, к ним сейчас относят уже и иудаизм, и христианство, и ислам, и буддизм. В них очень много общих нравственных ценностей, понимаете. И поэтому давайте стремиться всегда подчеркивать нашу общность, вот что нас объединяет, что для нас для всех одно и то же. А на нравственные ценности сейчас они действительно очень близки. И вот моей точки зрения желательно было бы, чтобы вот учителя, допустим, русских школ, посмотрели бы, например, вот на наши учебники, как они выстроены, как там методический аппарат весь ориентирован на диалог, вот это русская литература, вот как у вас, как вашей, то есть идет параллельно, какая-то нравственная ценность, вот она заявлена в произведении русской литературы, и тут же мы предлагаем, а есть ли в вашей родной литературе произведение вот близкая, которая ставит ту же нравственную проблему, есть ли какие-то отличия, покажите. То есть это очень интересный детям, кстати, это очень нравится, потому что для них это как бы настоящая творческая работа, они находят, да, вот у нас то же самое, а вот тут вот что-то не то, вот у нас немножко по-другому. И не надо бояться, если какие-то вещи будут, даже если они будут не совпадать. Вот я просто сошлюсь на высказывание Солженицына, помните, вот он пишет «Тюрьма народов», кажется, называется в архипелаге Гулаге, и он рассказывает о ситуации тоже, кстати, с чеченцами, когда, ну, по обычаю кровной мести мальчик чеченец должен был быть убит, и какая страшная ситуация сложилась вокруг этого, и вот интересно высказывание Солженицына, он с одной стороны говорит об обычаю кровной мести, на основании которой мальчик должен был быть убит, он говорит, называет кровную месть, как варварский, дикий закон, и в то же время тот же пишет, однако этот закон, этому закону удалось сохранить маленькую борскую нацию, то есть, понимаете, идет попытка не оправдать ни в коем случае этот дикий закон, но попытка объяснить, почему этот закон мог возникнуть, очень убедительно, кстати, он это делает, просто говоря о том, что такой экспансивный народ, который может по пустякам вообще вот там взять и зарезать какого-нибудь, не то чтобы друга, но любого человека, который, допустим, нечаянно толкнул, но когда он знает, что все три или четыре поколения его потомков будут убиты за это, рука его останавливается, он понимает, что нельзя этого делать, то есть, вот это желание, вот это очень мне понравилось, вот это сужение, желание не разделить нас, сказать, что вот это плохой закон, вот у вас плохой, а у нас его нет, а это попытка как-то объяснить, если что-то в традициях какой-то другой культуры, оно не совпадает с нашей культурой, не охаривать вот как-то сразу это, а попытаться разобраться, сказать, почему это возникло. Потому что понимаете, что самый везданый путь сейчас развалить Россию, это, между прочим, путь вот ссоры народов между собой. Если нас всех перессорят, то ссоро народов не точно. Ее не могли победить ни фашисты, ни кто. А вот таким путем, путем вот этих междунациональных конфликтов мы можем погубить нашу страну. Поэтому давайте все вместе вот как-то дружно постараемся все-таки сохранить нашу великую Россию с великим ростом народа, который очень терпим. Кстати, я хорошо знаю, жизнь, ну я жива, я знаю ситуацию в других регионах национальных и знаю, что такого терпимого народа, как русский народ, по-моему, того вы не имеете. Поэтому давайте действительно все вместе будем сохранять нашу страну, чтобы она была жива, здорова, и чтобы всем нам в ней жила страна. Спасибо, спасибо, Меджи Валентиновна. И вот постепенно рамки нашей дискуссии расширяются. Мы выходим от общероссийского постепенно на мировой уровень. И вот здесь несколько слов, я думаю, может сказать наш эксперт по зарубежной литературе, доктор филологических наук профессор Это призыв к интеллигенции, к героическому подвигу, не к обслуживанию, не к услугам, которые мы оказываем в сфере образования, а к служению. Это очень трудно и сложно, потому что статус учителя, статус преподавателя, он настолько низок, он настолько испачкан, напущен, он настолько жалов, что окружающее вот то поколение, которое растет, оно хочет быть счастливым, оно хочет быть могучим, сильным. У него ценности, которые формируют общественные СМИ и которые формируют наши государственные структуры, они не совпадают с теми традициями и ценностями, которые на протяжении многих веков вырабатывала наша культура. Как этому противостоять? А противостоять все равно надо. Я не совсем согласна с тем, что наши дети не читают. Они наполовину полстраны сидят в интернете. В интернете они читают, читают много. Читают разное, и пишут. И вот мы должны ощущать то новое информационное пространство, в котором они живут. мы должны быть участниками не этого пространства, но участниками пространства, которое будет преодолевать то влияние, которое формируется не только беззнанально, но и сознательно в системе информационных технологий. вырабатывать этический вектор мышления, нравственный вектор, нравственный интеллект. Как это сделать и что? И как преподавать литературу? Я не специалист по методике. Я знаю только одно, что или ты заражаешь, или ты сам любишь и влюбляешь в свой предмет, в свою поэзию, или ты пробуждаешь эмоции, потому что интеллект сам по себе недостаточен для того, полюбить. Полюбить можно на эмоциональной основе, на основе вот того внутреннего притяжения, на основе той тайны, которая заложена в слове. Я говорю студентам, говорю, все хорошо знают пушкинские строки. Я вас любил, любовь еще быть может. А на самом деле, ну давайте переставим слова. И что получится? Получится банально. я любил вас. Ну и что? И ничего, все погибло, все разрушено, мгновенно исчезло. А в политических строках, когда звучит музыка слов, когда звучит музыка отголосков, угол голосов, сквозь которые культура, человек просматривает и Беатричи, и шекспировские сонеты, и пушкинскую Татьяну, когда весь этот мир ребенок начинает чувствовать, студент начинает ощущать в звучащем пушкинском слове, вот тогда происходит какое-то открытие. Нужно, чтобы Пушкин, Толстой, Достоевский были неископаемыми. Да, мы говорим они, наше, мы меньше, молодежь говорит больше на другом языке, но этот другой язык, он тот же русский, и сквозь это другое мы можем прорваться, и мы должны пробить эту брешь, мы должны про них вот разрушить эту границу с тем, чтобы пушкинское слово стало нашим их, нашим общим словом. Может быть, тогда как-то и спасемся, потому что другого пути я не вижу только служения и только вопреки, не благодаря, а вопреки, тому, что в воздухе, в атмосфере, в векторе, в тенденции, в направлении, то, что корни к чего уходят, восходят к нашей классической русской литературе, корни чего на самом деле заложены во многих гуманистических явлениях, в том числе и мировой литературы и культуры, частицы которой мы есть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 от музыки, русского слова, что в других собраниях, на любые другие темы, в других аудиториях бывает очень редко. Вот то, как говорит каждый выступающий, каким пользуются настоящим русским языком, благодаря великой русской литературе, это и мои ученики, которые сидят, и я боялась, что они устанут, а мне кажется, они с удовольствием слушают, это уже представители нового поколения, которые не всегда читают, мне кажется, они тоже понимают, вот каким языком могут разговаривать и люди, живущие с ними в одно время, это очень важно, потому что самое важное, наверное, что они должны получить от русской литературы, это и нравственная основа, конечно, безусловно, но и то, как человек может красиво говорить и как он может своим словом достучаться до каждого сознания, вот это важно, на мой взгляд, ну а проблема чтения, конечно, меня как учитель литературы, она волнует очень, даже мои самые любимые, вот это вот, можно сказать, элиты класса, которые по собственному желанию сюда приехали, они вроде бы читают, но читают уже не так внимательно, но вот я вчера провела тест по литературе, и с большим удивлением поняла, что они все-таки, несмотря на все мои опасения, они все-таки постигли программу 10 класса, еще много что будут постигать, и надеюсь, что сегодняшнее вот это событие большое в их сознании сыграет благотворную литературе. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, пожалуйста. Хочу сказать, что великолепная, конечно, конференция, с таким удовольствием присутствовала, такие животрепещущие, действительно назревшие, наболевшие вопросы будут. Ну, вот знаете, стол все-таки у нас круглый, дети-то у нас оказались немножечко не за столом, но все-таки это же их будущее, это их образование, вот мы видим проблемы, а вот интересно, а они сами какие-то проблемы видят? А что они сами бы хотели сказать? Дается литература, не дается? Хочу читать, не хочу читать, какие у меня проблемы? Как я их хочу озвучить, понимаете? Это же для вас, мы же стараемся, для вас, не для кого-то виртуальное, за вами будут, когда вас достучат. Очень хорошие вопросы. Кто-то хочет поднять хоть одну проблему сказать, что это просто подняться и сказать, вот вы знаете, у меня вот такая все видите иначе, на самом деле у вас испугаетесь, когда заставляешь читать, получаешь удовольствие, я получаю удовольствие, а что вы читаете, а что вы получаете удовольствие? Джек Лондон, Краун Толл, мне интересно, я сама хочу, приключения, это не обязательно, это приключения, не страдать, не страдать, не страдать. А вот хотели бы изучать вот такие, потому что она интересная, потому что она интересная, я читала практически всю школу литературу Америки и Англии, она действительно интересная. А что из русской классики вычитывали? Из русской, но участвуют в Толстой, Полине, поместье. Утро поведение, у меня, утром поместье. Анна Каренина, Воскресенье. А вы знаете, у кого учились зарубежные классики? Я не помню, а читала какую-то книгу, и там вот, героиня главная читала Грозовый Перевал. Я тоже стала смотреть, посмотрю, почему она так тащится от этой книги, я прочитала Грозовый Перевал. предыдущее поколение старшеклассников меня например я с ними много разговаривала по поводу того что им нравится и они меня привлекли вот и я их просила вот еще были такие ребята которые мне доказывали свои вкусы и просил докажите мне что это интересно они меня увлекли правда к или я прочитала несколько и пытались меня увлечь гарри поттер одна девочка даже написала реферат чтобы доказать мне что это интересно чтобы чуть-чуть их направлять нужно нужно москва и мы тоже на старом китирование проводил анкетирование школьников и студентов колледжа педагогических первых курсов и как раз лидеры каэлья 23 6 процентов ровно 15 7 процентов в рамах отдали еще 10 процентов уроками 7 1 но при этом что интересно вот среди наших указывают как современных современников солженицына но в принципе оправдана высоцкого 10 7 процентов а куджаву оставь его тем не менее евтушенко то есть купе с действительно современными писателями но интересный тоже вот такой момент был встречались по одному разу встретились достоевский бугаков и а как вообще советскую литературу сейчас воспринимают как чужую или это в чужую в каком смысле вот они понимают или уже требуется комментарий конечно это уже исторически до советской литературы это даже еще а вот и сейчас в связи с тем что ну во первых из зимы я тогда уже как бы узнала о том что дети ну не всякий птиц долетит то есть не все учителя добираются до советской литературы что такое деревенская фраза что такое городская фраза тогда уже дети не знали а вот и сейчас в связи с тем что ну во первых из егэ ушла литература это уже значит становится мотив мотив исчезает дополнительный к чтению но с другой стороны нет конечно гоголь например воспринимается с точки зрения языка более запределительно нежели советская литература но тем не менее читают причем знаете но это все моего моего специфики современной литературы я даже в интернетах нахожу такие форумы в которых молодежь с интересом обсуждает писателей советских авторов помните таких эпопеи больших наших таких эпопеи причем они начинают считать после школы их и открывают иванов например леонов да то есть вот причем еще раз повторюсь после школы начинают для себя вот эту советскую такую литературу открывать и читают уже самостоятельно и даже обсуждают друг с другом то есть она идет вот вот такая наша литература она идет у них в одном ряду с зарубежной литературой то есть интерес одинаков с точки зрения проблем литература 19 века ближе к современным детям и советский период для них он абсолютно чушь-то и многие вещи просто не понимают действительно как зарубежной президентной войне симонов бондарев да 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 детей семидесятых восьмидесятых еще годов как-то трогало а сейчас не знают нет вы знаете что странно они пропускают вот даже фильмы вот эти советские экранизации они пропускают и когда я в девятом классе с ними провела урок азоре здесь тихий казалось бы фильм показывать миллион раз они его не смотрели когда вдруг мы с ними читали я еще показывала в классе фильм им всем так понравилось они были тронуты вот это получается как хорошая девушка и город ей понравился было в сатире они оказывается им это нравится только они до этого не разбираясь пока на уроке не разбираешься иногда наверное просто не так будет я вот помню свою студентку которая зачитывала с романов чернышевского что делать вот в то время когда мы изучали это как-то всем не хотелось это читать потом надо было как-то повыграть и она сказал ну какой же интересный роман и всем рекомендовали мне такой верующий в школе нравился роман ну я просто такие времена они как бы там поколение совершенно разные хорошо спасибо уважаемые коллеги ну вот в завершении хотелось бы предоставить слово я дорогие друзья мне очень жаль что они все присутствующие здесь за кругом столом были на начале конференции потому что там был потрясающий ролик который свидетельствует о том о чем говорили сейчас дети вот и это конечно очень большая и очень серьезная проблема для нас взрослых ну я хочу сказать всем вам огромное спасибо что среди бурь и гроз своей текущей жизни вы нашли время и пришли сюда и вы сами понимаете что для нас это очень больные очень насущные проблемы и если не мы будем решать их то некому их решать вот мы были действительно в общественной палате я уже там была много раз и каждый раз убеждаю что разговор какой-то очень умозрительный ни о чем получается там потому что люди не живут практически жизнью школ жизнью вузов и они говорят вот просто скорее больше удовлетворяя свои политические амбиции а мне очень жаль что сегодня Павел Анатольевич не присутствовал потому что я думаю что ему было бы интересно он собирает это и такое представительное у нас собрание было в течение целого дня что ему важно и интересно было бы это послушать я постараюсь конечно донести до него хотя бы частично то о чем мы говорили сегодня здесь я надеюсь что все мы будем опубликованы в сборнике этим сборником мы будем пользоваться и как руководством в действии потому что были и очень интересные методические рекомендации и очень интересные размышления которые могут натолкнуть учителя думающего учителя на какие-то важные вещи и я думаю что круг нашего общения будет расширяться и мы будем с вами поддерживать связь постоянно потому что один раз собраться а потом забыть и бросить ничего не даст ни науке ни школе ни ученикам ни студентам поэтому встречи такие надеюсь будут регулярными и мы будем приносить хоть какую-то маленькую пользу тому огромному делу которое зовется отечественной педагогикой и нашей литературы и литературой ведения которые сейчас в общем заходы совещали такое ощущение вот у меня было на последнем совещании что о литературе вообще не говорили у меня такое и каждый просто кулик свое болото смолил а размышлений действительно реальных по поводу того что страшно и что нужно решать срочно потому что потеряем навсегда об этом рассуждении не получим и поэтому вам огромное спасибо что каждый из вас высказал свою позицию предложил какие-то решения я думаю что то о чем я чем я закончила свое выступление сегодня на конференции что нам не хватает часов для того чтобы как следует работать с текстами произведения со студентами и мы не доучив их на факультете выпускаем в школу а они потом этот замкнутый круг замкают учениками которые приходят к нам не дочитав школьную программу это очень серьезная проблема конечно будем обращаться я в резолюции запишу и думаю что вы меня поддержите что мы просим сохранить хотя бы то количество часов которое существует и не уменьшать их больше ну и конечно мы со своей стороны должны что-то тоже предложить я думаю что нам необходимо вот так собираться почаще даже не на конференции а просто на какие-то встречи обмен опытом и размышлять о том какие новые методики вот в этих новых сложных условиях мы можем предложить вот из своего опыта я могу сказать что какую-то роль играет кино вот у меня есть студент на четвертом курсе Дима Провизионов он футболист он постоянно на сборах и заставить его читать вообще очень сложно при том он очень не глупый молодой человек и вот как-то я и долбила и долбила Дима нужно читать он уехал на соревнования приезжает и говорит Наталья Николаевна вы знаете вспомнили что нужно прочесть Шолохова заказали фильм и мы всей футбольной команды будучи в летве посмотрели фильм и так понравилось что взяли и начали читать то есть маленькое но методическое открытие какое-то кроме этого я думаю существует еще много разных вариантов которые превратятся в большие методики и обратятся в молодое поколение книги конечно от нас очень многое зависит и вот эти размышления о том что компьютер заменит преподавателя что мы будем не лекторами а тьютерами которые только по компьютеру будут выдавать задания я думаю для литературы убийстве это для всего это для всего это для всего для того в этой ситуации полотно таки такой ситуации заражить человека своей любовью как антанктеру невозможно поэтому еще раз спасибо вам всем огромное до новых встреч и надеюсь мы с вами в общественной палате и будем работать Спасибо.